Всем привет! Меня зовут Лена Искандерова, и это интервью специально для паблика «Подслушано Болиданс Интернешнл». Мой творческий путь начался, когда мне было 9 лет. Я шла в 4 класс, это была осень, и, как все нормальные люди, мои родители захотели отдать меня в какую-нибудь студию, в какой-нибудь кружок. И прочитали в газете объявления о наборе в студию восточного танца, или танца живота, или арабского танца, что-то такое, где гремели монетками раньше. И мы позвонили туда, и оказалось, что эта группа в Дыкань неподалеку от моего дома. И это было очень удобно, потому что я была маленькая, как бы возить, но эти все такие бытовые моменты, в общем, все сошлось, я пошла. Я пошла, и у меня получалось, моя тренер говорила мне, что я очень крутая, что я очень, в общем, что у меня все получается, просто звезда. Корона была через 2 месяца обучения у меня. Я подумала, что если я звезда, то мне обязательно нужно поехать куда-нибудь и доказать всем, что я таковой являюсь. И мы поехали в Москву. Это было через, по-моему, месяцев 5 или 6 моих занятий танцами. Мы поехали на Всемирную танцевальную олимпиаду. Но тогда она называлась не олимпиада, она называлась конвенцией, проходила совсем в другом месте. То есть, если сейчас олимпиада проходит в Сокольниках, да, стабильно, то тогда она проходила, по-моему, в Крокус Экспо. И я поехала, я была четко уверена в себе. У меня был потрясающий танец под Таркана или Араш это поет, я не помню, по-моему, Таркан. И у меня были розовые заколки, ленточки такие розовые, бисер, много бисера, шаровары такие, шикарно было. И я танцевала, я четко прям звезда вообще, я танцевала с полной уверенностью. И потом я понимаю, что я не прошла ни одного этапа, совершенно ни одного этапа. И как так, я же звезда, мой же учитель говорил мне, что я молодец. И я села смотреть на остальных девочек, тех, которые меня обошли. И даже тогда, будучи ребенком, я понимала, что то, что танцую я, и то, что делают все люди на соревнованиях, это совсем разные вещи. Это совсем другие костюмы, это совсем другая техника, это прически без заколок. И тогда, на тот момент, я поняла, что мне нужно развиваться, потому что я хочу чего-то достичь в этом. И я пошла к педагогу, Светлана Владимировна Баева, на тот момент она очень-очень много судила. И она была в линейке в судейской, когда я проиграла в первый раз. И я связалась с ней, ну, естественно, через маму, у нее маленькая девятилетняя девочка. И мы пошли заниматься у нее. И так вышло, что она месяца три, наверное, по-моему, все лето это было. Она была в Ростове. И я у нее занималась буквально каждый день по очень много часов. Она научила меня всей базе технической, имеется в виду, бедра, руки, тряски. Я очень-очень много занималась, хоть я была крайне ленивым ребенком, но я старалась, потому что я очень хотела. У меня был потрясающий педагог. После этого я начала ездить по мастер-классам, брать постановки, индивидуальные занятия у практически, наверное, всех педагогов, которые были на тот момент популярны. И когда мне было лет 12, я попала к одному из самых главных преподавателей в моей жизни. Это Жанатаева Алла Каплановна, Царство Небесное. И она, то есть если Светлана Владимировна учила меня техники, то Алла Каплановна учила меня подачи, тому, как нужно танцевать на самом деле, что нужно танцевать отсюда. В общем, я на тот момент, я правда не понимала, что она делает со мной на тренировках. Но когда после занятий с ней я вышла на сцену, я поняла, что я чувствовала себя действительно королевой, и мой танец, он изменился. Может быть, потому что я начала взрослеть, да, перестала быть ребенком, как бы. Но я думаю, что это заслуга Алла Каплановны. Ну и после этого все равно я продолжала все время ездить по педагогам, по конкурсам. Мамочка меня возила, помогала мне во всем и помогает мне сейчас, что очень-очень важно. Я тренировалась дома, сама. Я очень много занималась у Татьяны Павловны Дорош. То есть мы с ней ставили постановки, очень много информации она мне давала, музыки, видео. Потому что на тот момент интернет был не так прям развит, как сейчас, да, заходи, набирай в Ютубе, что ты хочешь посмотреть, и ты смотришь это. Нет, тогда были диски, мы приезжали с мамой к ней с компьютером с вот такой огромной пачкой DVD-дисков и переписывали вот это все сутками, переписывали. Потом я это смотрела, я повторяла то, что мне нравится. То есть самообучение было очень активным у меня, потому что у меня не было тренера. И лет пять назад я начала активно ездить и учиться у педагогов египетских, то есть у носителей культуры. Когда началось вот это вот развитие именно египетского стиля в России, когда Катешта и Ракия Хассан завезли египетский оркестр в Россию, я начала ездить на эти фестивали и развиваться в этом направлении. Мадам Ракия и Катя являются также моими учителями, чем я безумно горжусь, и что очень сильно повлияло сейчас на мою манеру танцевания. И в прошлом году я впервые поехала в Каир в качестве конкурсанта, но уже находясь там, я получила предложение от организатора, то есть непосредственно от самой мадам Раки, быть педагогом. И в этом году я уже была педагогом на самом крупном в мире фестивале, Ахлан Вас Ахлан, чем я очень-очень сильно горжусь, потому что быть педагогом в Египте, в Каире, в месте, где зародился твой танец, то, что мы танцуем, это очень круто, и я очень счастлива. На данный момент я занимаюсь тем, что мне нравится, и у меня получается это очень успешно, работа в сфере болиданс. Как бы я имею высшее экономическое образование, также я в процессе получения образования в сфере культуры, но я не знаю, что будет завтра, я не строю прям в себе планов таких огромных, что там в 28 с половиной я рожу ребенка, и там у меня будет свой бизнес, 14 магазинов и 15 квартир, не, если так будет, будет отлично, но у меня нет определенных планов, куда понесет жизнь, туда я и пойду. Пока что мне безумно нравится танцевать, мне безумно нравится делать то, что я делаю, преподавать, ездить, путешествовать, общаться с этими людьми. На данный момент я чувствую, что это мое, но я не знаю, может быть, я проснусь завтра и скажу, боже мой, надоели ваши танцы, я буду инженером, не знаю, кем-нибудь с какой-нибудь безумно сложной профессией, и я пойду учиться этому, если я захочу. Но на данный момент все происходит так, как я хочу. То есть я хочу преподавать, я преподаю, я хочу путешествовать, я путешествую, и у меня нет прям амбициозных планов, все амбициозные планы, которые были, они уже как бы воплощены. Нет, конечно, безусловно, у меня появляются новые цели каждый раз, да, и я надеюсь, что я успешно их достигаю, по крайней мере, до сегодняшнего дня, слава богу, все получается. Ой, это очень сложный вопрос, потому что в своей жизни я посетила неимоверное количество мастер-классов. Повторюсь, что с самого-самого детства я ездила по фестивалям и мастер-классам, и конкурсам, и очень много чего мне запоминалось тогда, но и как любые детские воспоминания, что-то стирается из памяти. То есть я не могу конкретно сказать, что, боже, вот один мастер-класс открыл мне глаза на мир. Нет, такого нет. Нет, но есть у меня любимые педагоги. Нет, конечно, когда я была маленькой, буквально каждый мастер-класс для меня был чем-то запоминающимся и безумно вдохновляющим, да, но сейчас с высоты своего творческого возраста я могу сказать, что огромное впечатление на меня всегда производят классы Мадам Раки и Хасан, потому что я получаю безумное удовольствие. Очень не могу сказать, что для меня это что-то безумно насыщенное информацией новой, но я не знаю, она великолепная женщина с великолепной энергетикой, и всегда безумно приятно смотреть на нее и пытаться все это повторить. Я не знаю, для меня она легенда, и именно для меня это человек, имеющий огромное значение в моей жизни и в моем танцевальном развитии в жизни всего мирового болиданса, потому что она одна из тех, кто вывез на такой уровень именно наш вид танца, на котором он сейчас, весь мир танцует. И я думаю, что это огромная заслуга Мадам Раки и Хасан. Также я очень сильно была поражена, когда Катя Эшта привозила Дину на фестиваль Кайра Мираж, не помню в каком году, по-моему, в 2013-м. И я была на мастер-классе у Дины и стояла в первом ряду, и я отпахала весь мастер-класс. Я была как заворожена ее техникой, которая на самом-то деле безумно сложная. Вот, наверное, пожалуй, пока что это самые запоминающиеся мастер-классы в моей жизни, но по-прежнему я продолжаю ходить на классы, и, может быть, что-то изменится через какое-то время. Потому что по-прежнему я надеюсь, что что-то может меня удивить. Все, что я хочу говорить миру, я говорю. Танцы для меня это... Ну, на данный момент это больше, чем хобби, и чуть меньше, чем работа. И слава богу, что это меньше, чем работа, потому что работа, она имеет свойство надоедать. А танцы пока мне не надоели. И я надеюсь, что так будет всегда, потому что это действительно то, что я люблю, это то, чем я живу, это та сфера, в которой я... Ну, это все. На данный момент это действительно все для меня, как бы это банально не звучало, но я не представляю себя без них, я не представляю, чем бы я занималась, если бы не занималась танцами. Во-первых, самое главное для меня это танцевать искренне, чтобы все, что идет, оно шло отсюда. Это в первую очередь, это твоя душа, только потом это техника. Нет, безусловно, если ты там как-то безумно коряво танцуешь, никто не увидит твою душу, потому что будет дичайше бросаться в глаза твое неумение контролировать свое тело. Но когда ты уже на более высоком уровне, все идет отсюда. То есть все мысли. Я вдохновляюсь реальными ситуациями в своей жизни. Никогда не бывает такого, чтобы я врала на сцене. То есть в какой-то, может быть, отчасти это какой-то психоанализ, когда я танцую какие-то вещи более серьезные. Это очень сложный вопрос, потому что, правда, танцы сейчас это все, и любое мое выступление, оно безумно важно для меня. То, как ты себя покажешь, лучше ли ты сегодня, чем ты был вчера. Это очень важно. И когда я смотрю видео свои, понимаю, что не лучше, я очень расстраиваюсь. И вообще бывает такое, что я могу сидеть, допустим, когда у меня бывает свободное время, свободные вечера, я сижу и смотрю свои видео. Я пересматриваю свои видео разных годов, с разным цветом своих волос. И я понимаю, что, допустим, бывает в один момент я смотрю свои видео, понимаю, боже, что за ужас, я начинаю плакать, я в прямом смысле начинаю рыдать и начинаю себя сжирать изнутри за то, что что-то там не так, что-то здесь не так. И вообще, зачем я выхожу на сцену, почему люди на меня смотрят. И я хочу бросить танцы, взять перерыв. На следующий день я смотрю все те же самые видео, боже. Я прекрасна. И я не знаю, от чего это зависит. Это не зависит от настроения или, не знаю, может быть, самобичевание это то, что необходимо в творчестве. Поэтому я не знаю, что бы я делала, если бы я не танцевала и не смотрела бы свои видео по вечерам. Это очень сложный вопрос, потому что я считаю, это нужно спросить у людей, которые меня обсуждают, а не у меня. Почему они это делают? Почему так много слухов? Я очень много чего нового и интересного и неправды узнаю из этого паблика. Просто... Да и по слухам тоже. Ведь не только пишут, да, очень часто и говорят, и до тебя доходят какие-то разговоры, которые вообще никак с тобой не связаны. Например, что я кого-то там побила, свою лучшую подругу на каком-то фестивале, или что я там несколько лет встречаюсь с этим человеком, с которым я выставила фотку в Инстаграм. О, боже мой! Очень много странных вещей, которые я даже не понимаю, откуда берут люди. И, знаете, даже если... Ну, такое, естественно, возможно, все мы творческие люди, у всех свой взгляд. Я могу не нравиться как танцовщица, может, не нравится мой стиль, я в целом, да, но не зная человека, не общаясь с ним вот так, ты никогда не поймешь, что этот человек из себя представляет. Даже по этому интервью вы никогда не поймете, какая я. То есть только вот-вот столечко, да. Это совсем разные вещи. И как люди смеют так рассуждать? Я научилась не обращать на это внимания, потому что когда мне было 14 лет, я выступала еще в юниорах, и был такой у меня скандальный танец, я танцевала в черно-розовом костюме. Его очень сильно обсуждали на очень известном форуме. На тот момент еще не было нашего паблика, и все анонимы, которые хотели выпустить свою грязь на меня, ну и на других девочек, да, они выпускали ее там. И мне было 14 лет, и я читала вот с такими глазами дитё эти гадости, которые пишут обо мне, и просто недоумевала, почему, и за что, и я вообще при чем, почему меня так не полюбили. И после этого, естественно, я обрела такой некий иммунитет к тому, что говорят обо мне, и как говорят, и зачем. Что сейчас мне абсолютно все равно, это не вызывает никаких эмоций у меня. Когда обо мне пишут плохо, мне от этого ни тепло, ни холодно никак. От этого никак. Написали, спасибо. Если вы пишете, значит, вы тратите свое время на то, чтобы придумать, там, когда создают фейков или пишут анонимно, я предполагаю, что это все равно занимает какой-то промежуток времени, чтобы сообразить, какую бы гадость написать, выстроить, вложить свои эмоции, вложить свои чувства в это гневное сообщение. Вы тратите свою энергию, свою человеческую энергию на то, чтобы полить грязью меня. Если вам от этого хорошо, то окей. Пусть будет так. Но мне от этого никак. Но я знаю очень много своих коллег, танцовщиц, звездочек, на которых это влияет. То есть я знаю, когда мамам этих девочек становится плохо от того, что они читают так о своих детях, или когда сами эти звезды потом не понимают, почему и сидят в каких-то депрессиях. Благо, моя мама хорошо уже, и точно так же все равно на это. Но если бы дело касалось как-то июнь, не знаю, наверное, и мое отношение было бы совсем другое к этому. И сейчас я записываю это интервью для тех зрителей. Все равно есть люди, которые меня любят, есть, которые не любят. И будут смотреть это видео обе категории. И для тех, которые любят, для них это важнее. Поэтому я здесь. Я знаю, что паблик держит наши админы, которых никто не знает. И эти админы сейчас зарабатывают на нас деньги. Мы тем, что мы пишем, вот эти интервью записываем, отписываемся сами в паблике там, мы тем самым поднимаем рейтинг. Они поднимают рейтинг своей группы на скандалах о нас. Теперь эта группа очень раскрученная, туда хотят рекламировать, там свои мероприятия люди. И когда у меня будет мероприятие, я тоже буду давать туда рекламу, потому что сейчас это очень раскрученная страница. Но они зарабатывают на нас, на скандалах о нас, на эмоциях, на наших. Молодцы. Так необычно. Но я хочу сказать, что если... Вот я, со своей стороны, я очень сама по себе занята, у меня очень много работы. И своей жизни у меня вполне хватает, я успеваю как гулять, так и работать, и вполне продуктивно. Когда мне что-то не нравится, я не говорю, что мне это не нравится. Боже мой, я не пишу, фу, бла-бла-бла-бла-бла-бла, мне не нравится. Нет, я просто прохожу дальше. И больше я не смотрю видео, или там, ну, с чем это связано, может быть, с танцовщицами, или с чем-нибудь другим, да? Просто мне не нравится, окей, я иду дальше. Когда мне нравится, я пишу, что мне нравится, чтобы было человеку приятно, особенно если... Это творческая единица. Падал, перышко. Вот. Да, зачем пишете вы? У вас мало своих забот, у вас нет работы. Или вы в какой-то степени, в любом случае, человек, который пишет негатив, он завидует. Да, завидует. Не прям конкретно, может быть, в моей работе, да? Но если вы что-то пишете, то... Зачем? Зачем это делать? Я не понимаю анонимов или фейков, вот этих вот, которые просто поливают грязью любых танцовщиц. Ведь мы все занимаемся искусством, творчеством. Это всегда похвально. Это красиво. Это настроено на созидание, не на разрушение. Я думаю, что всем нужно быть добрее. И в том числе звездам, которые реагируют. Я это и себе могу сказать, потому что иногда реагирую я. Но я, слава богу, взрослею, умнею, и чем дальше, тем легче мне это воспринимать. И я считаю, что критика, она есть только тогда, когда... Она не то, что конструктивная критика от фейковой страницы с двумя фотками. Там загадочный восток или глаза-глаза, Хабиби, Мумими, там я не знаю, да? Нет. Для меня критика, я воспринимаю критику только от людей, которых я уважаю. Это мои педагоги, которые там вот повыше не сидят во всех этих пабликах, да? И мои близкие люди. Моя мама и мои близкие. Вот где критика. Все остальное, я считаю, это просто в пустоту, вот так сказано. Вы пытаетесь самоутвердиться за счет того, чтобы обидеть другого человека. Когда ты, аноним, подойдешь ко мне вот так и скажешь, Лена, ты танцуешь отвратительно. Потому-то, потому-то, потому-то. Только тогда, может быть, я послушаю и скажу, блин, ну, что поделать? Буду работать над собой. А пока это пишется просто... Просто чушь, ерунда пишется вот так вот, пусто и ни о чем, вы только портите себе карму. Вот и все. Для сцены я очень люблю загар. Но, слава богу, сейчас уже не все пользуются вот этим автозагаром, который сходит потом три недели с желтыми руками. Да, я пользуюсь просто бронзаторами. Это пудра пупа, такая большая, самая-самая темная. И аэротан, или секси-тан, или секси-хейр. Он называется такой баллончик аэрозольный для бальников. Он очень красиво ложится на тело, как загар, и бронзатор, и очень вкусно пахнет кокосиком. И я люблю очень подводку и тушь от Lancome классические. А парфюм, мой самый любимый, это Eves Saint Laurent Supreme Bouquet. И мне очень нравится манталь, ванильный и шоколадный. Как и любая женщина, я, конечно, планирую и семью, и детей. Но на данный момент я работаю, я очень активно занимаюсь своей карьерой. И честно говоря, я не считаю, что моя личная жизнь должна быть настолько интересна читателям подслушанно-балли-данс, как они этим интересуются. То есть любая фотография в Инстаграме, она вызывает какой-то вопрос. Ну, практически любая. И, как я уже говорила, очень часто мне приписывают какие-то несуществующие романы и отношения. И честно, я вообще считаю, что это не должно волновать никого, потому что есть творчество, есть, да, творческая сторона, можете обсуждать костюмы, мои постановки и так далее, да. А есть личная жизнь. И личная жизнь должна быть неприкосновенна, я считаю, для всех. Но могу сказать одно, что я молодая, незамужняя и свободная, и я считаю, что я вполне могу позволить себе веселиться и быть с тем, с кем я хочу. И это никак не должно влиять на отношения моих зрителей ко мне. Мой день, он всегда разный. У меня нет такого, что я просыпаюсь в 8.44 утра, иду готовить себе салат, потом еду на тренировки. Нет такого. Мой день, он всегда разный, потому что очень много приходится ездить, путешествовать, и перелеты, и смены климата и так далее. То есть я могу либо целыми днями не спать и работать, работать вот так вот, либо целыми днями спать, что я очень люблю. И я могу вам рассказать, как проходит моя неделя. Вот это будет легче для меня. Обычно выходные это какой-нибудь фестиваль или конкурс, куда я еду либо преподавать, либо судить, либо просто в качестве тренера со своими ученицами. Ну, это занимает. То есть пятница дорога, суббота, воскресенье мероприятие, понедельник, дорога. И остается между тем несколько дней, и в эти несколько дней я работаю активно со своими учениками в Ростове. Если выпадают такие недели, когда у меня нет запланированных мероприятий, то я еду в свои филиалы, то есть в Белгород или в Москву, и там занимаюсь вот так сутками. Я очень-очень люблю тренироваться ночью. Поэтому некоторые мои ученицы, которые приезжают ко мне из других городов, они прям приезжают ко мне на ночь. И всю ночь мы тренируемся, потому что ночью у меня открывается какое-то там чувство, и я безумно вдохновлена обычно ночью. И мои девочки к этому привыкли, вот, потому что мы не спим по ночам, мы танцуем. Более того, привыкла моя мама, поэтому иногда даже когда я сама себя готовлю к каким-то выступлениям, она тоже сидит и смотрит, потому что единственный человек, которому я всегда прислушиваюсь, это моя мама. Вот. Поэтому мои дни, они всегда разные, абсолютно. Я могу отработать сутки, безумно хотеть спать, но при этом мне позвонят мои друзья, и я еду и гуляю, потому что я, потому что я такая. Потом я могу поспать день, если у меня будет этот день. Если этого дня не будет, я посплю в аэропорту, в самолете. Вот. Ну, я, конечно, это, пока я молодая, пока у меня молодой организм, я могу это выдерживать, да, но этот ритм такой жизни, он все равно как-то сказывается, и я надеюсь, что в ближайшее время я смогу как-то стабилизировать, да, свой день и свой сон, я к этому стремлюсь. Пока я очень люблю поспать. Нет, ни в коем случае я так не считаю. Ни капельки, потому что я сейчас постараюсь объяснить. Вот есть я. Я творческая личность. Я танцую, я преподаю, и я работаю хореографом. Все эти три направления они немного разные, но спасибо маме с папой и боженьке, что я родилась чуточку талантливой и мне хватает на все. То есть и для меня, когда ты танцор, ты можешь танцевать только то, что есть в тебе. Ну, то есть я со своими там физическими данными, со своей энергетикой, со своей подачей я танцую так. То есть я не могу взять какую-нибудь совершенную, абсолютно нежную песенку и выйти в каких-нибудь розовых рюшках. Я буду выглядеть, как дура я буду выглядеть. Вот. Но у меня есть ученицы, у которых совсем разные образы. Каждый по-своему индивидуален. И я знаю, что ту музыку, которую я не смогу станцевать на сцене, то есть я не буду в ней гармонична, будет гармонична в ней моя девочка. Такая. или другая, или третья. То есть для меня мои ученики это как много возможностей проявить себя. То есть в каждой, в каждой моей хореографии, в каждой моей ученице есть большой-большой кусок меня. Это то, что я бы могла станцевать и как бы я могла это сделать, если бы я была, ну, грубо говоря, не собой, да. Потому что физические данные, они всегда очень важны. Допустим, на мне какие-то технические элементы не будут выглядеть так красиво, как на другой девочке, да. Или на другой девочке не будут выглядеть так, как на мне. Кто-то более гибкий, у кого-то более развита мелкая техника, у кого-то амплитуда движений и так далее. Все мы разные. И, соответственно, для всех, для нас разных нужны разные образы. и я могу, я научилась, как это, транслировать, транспортировать, в общем, переносить то, что есть в моей голове, то, что я вижу на своих учениц. И для меня это не вот, не вот такой вот, да, уровень мышления в плане творчества. То есть, я не только в себе. я могу и здесь, и здесь, и здесь. То есть, это дает мне больше возможностей проявлять себя. Это совсем другая работа, и это безумно интересная работа. Поэтому я ни в коем случае это никак не трогает меня, как танцовщицу. Это совсем иное. И я безумно люблю своих учеников. Просто очень сильно. Я знаю, что они любят меня. Это очень важно. Я имею на данный момент пока что три филиала. Это в Ростове, в Белгороде и в Москве. Но сейчас планируется открытие еще одного. И я надеюсь, что я буду расширяться. Потому что люди знают, как я отношусь. Я отношусь к этой работе с огромной душой. Просто я очень люблю то, что я делаю. И ученики это чувствуют. Всегда ученики чувствуют искренность педагога. И то, с каким отношением ты подходишь к этой работе. Поэтому я очень счастлива, что у меня такие классные результативные девочки. Это, конечно, не только моя заслуга. Огромную роль играет то, как родители относятся, то, как девочки относятся к этому, как много они работают. И на данный момент я воспитала не только чемпионов ворто, вообще российской танцевальной организации. Мои ученицы также получали призовые места и на европейских фестивалях, и на фестивалях с египетским оркестром, и с носителями культуры. Я считаю, что это очень здорово, и я горжусь ими очень-очень сильно. Я очень много эмоций испытывала, связанных с танцами, связанных с чемпионатами и победами. Это эти эмоции, когда твое имя объявляют, ты выигравший чемпионат мира. Это непередаваемое ощущение. Но из-за того, что я как бы подвыросла из этого, и я больше педагог, для меня самым ярким впечатлением было не какое-то мое выступление. Это было выступление моей ученицы. Я преподаюсь с 14 лет, и первая чемпионка мира у меня появилась, когда мне было 15. Это была чемпионка мира в детях. И когда я видела ее выступление, я еще тогда в финале, то есть для меня это было шоком, что она вообще вошла в финал, значит, все, что я делала, это было правильным. И вот они были те ощущения, которые самые запоминающиеся. И когда объявили, что она еще и выиграла, что было со мной? Я орала, как резаная, как сумасшедшая, я бегала по этому залу, вот так вот, и просто я рыдала, я была безумно счастлива. Это, наверное, самая яркая эмоция, запоминающаяся, когда твой ученик, это как твой ребенок, он выигрывает, это значит, что у него получилось, это значит, что у тебя получилось. Это, наверное, для меня лично самые яркие эмоции, связанные с выступлениями моих учеников. не с моими. То есть у меня не было такого, что у меня во время танца слетела юбка или расстегнулся бюстгальтер, у меня такого не было. Поэтому я не могу сказать, что что-то такое происходило невероятное со мной, страшное, чтобы я это запомнила. Но единственное, что могу сказать точно, что каждое выступление с оркестром, то есть с живыми музыкантами, оно производит огромное впечатление на меня, потому что это то искусство, которое рождается здесь и сейчас. То есть это не постановка, которую ты заучиваешь и выходишь, ее танцуешь, когда ты знаешь свое следующее движение, свой следующий взгляд и так далее. Нет. Я всегда импровизирую. Практически. То есть последние много лет, ну почти всегда, наверное, я импровизирую на сцене. Но под сиди это одно, ты как бы уже знаешь, когда там акценты и так далее. А под оркестр ты подстраиваешься под музыкантов, музыканты подстраиваются под тебя, и вот оно здесь рождается. Тот продукт, который видят зрители, это очень круто. Это всегда очень эмоционально для меня лично. Я хочу пожелать подписчикам огромного творческого развития, потому что если нет развития, то не будет ничего. Вы должны становиться лучше и лучше, вы должны работать над собой. И главное, что вам должно это нравиться. Получайте удовольствие от того, что вы делаете, получайте удовольствие от процесса тренировок, каким бы он тяжелым не был. Получайте удовольствие от каждой эмоции, которую вы испытываете на сцене. Это самое главное, ради этого все и происходит. Также я хочу пожелать того, чтобы все звезды сходились так, как нужно, чтобы ваши близкие были за танцы, если вы этого хотите, чтобы все позволяло вам заниматься любимым делом. Также я хочу пожелать кое-что анонимом. Будьте добрей. Правда. Пойдите, потренируйтесь. Пойдите, выступите. Сделайте лучше. Если вы знаете, как лучше, сделайте это. Пусть ваше умение высказать свое мнение, оно не только проявлялось вот так, чтобы вы не только писали. Попробуйте донести что-то до людей через танец, через сцену и через творчество. Я искренне надеюсь, что у всех это получится. что-то не что-то это .